Ольга Владимировна, еще одна тема. 22 апреля новая газета Европы сообщила о том, что глава Чечни Кадыров серьезно болен, у него некроз поджелудочной железы, что по сути не оставляет шансов на его выздоровление. Если Кадыров умрет, Ольга Владимировна, что будет с Чечнёй и что будет с режимом Путина? С режимом Путина особенно ничего не будет, потому что все-таки Чечня, хотя и такой достаточно, скажем так, политически важный регион, но это все-таки только один из регионов. Что будет с Чечнёй, вопрос гораздо более сложный, потому что мы понимаем, что общество в Чечне клановое, и если Кремль решит поменять представителя президента на представителя другого клана, не возьмем кого-то из клана Кадырова, который достаточно укрепился за эти годы в Чечне, а сменят на представителя другого клана, то тут могут возникнуть внутренние проблемы и внутренние противоречия достаточно серьезные. А хоть сегодня Чечня кажется абсолютно таким замороженным регионом, но это кажущаяся история, потому что Кадыров усмирял регион огнем и мечом, не только деньгами. Соответственно, там у него осталось много кровников, много кровников среди иммигрантов, и, как мы знаем, существует правительство Ичкерии в изгнании, поэтому после того, как Кадырова не станет, ситуация может сильно обостриться. Я уже не говорю про то, что были и есть достаточно напряженные отношения с соседями, например, с Дагестаном, и после того, как Кадыров уйдет, тоже ситуация может всерьез смениться. Так что то, что на Кавказе станет жарко, мне кажется, это такое совершенно очевидное последствие. Новая газета также предполагает, полагает, что сейчас в качестве преемника главы Чечни Кремль рассматривает командира чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майора Апти Алаудинова. Ну, при этом сам факт, что Кадыров болен, официально отрицается в первую очередь самым Кадыровым. Мы видели видео со спортзала, где там Кадыров занимается, показывая, что он в хорошей якобы физической форме. Заинтересован ли Кремль, Путин в том, чтобы Кадырова не стало? Я думаю, что Кремль заинтересован в том, чтобы Кадыров до последнего сидел во главе Чечни, просто потому что они не уверены в том, что будет после него. Понятное дело, что они проводят заранее кастинг приемников. Действительно, один из приемников Апти Алаудинов, которого недавно назначили заместителем министра обороны. Опять обратите внимание, Министерство обороны. Есть и другие возможные кандидаты. Я напомню, что в прошлый раз, когда говорили о тяжелом состоянии Кадырова, он привозил на смотрины в Кремль своего сына. Есть Адам Делимханов, который тоже достаточно, так сказать, серьезно рассматривается в Кремле. Поэтому я думаю, что кастинг точно будет не из одного человека. Как вы думаете, могут ли создаться условия после смерти Кадырова, при которых Чечня получит шанс стать независимой и свободной? Мне кажется, такие условия создадутся после того, как Путина не станет в кресле президента Российской Федерации. И такие условия создадутся не только для Чечни, а и для других российских регионов, которые не захотят продолжить совместную жизнь вместе с Россией. Потому что я не представляю, каким образом сегодня только один регион может выйти. Если мы будем вспоминать все-таки историю с распадом Советского Союза, это было совместное решение всех союзных республик, в первую очередь, конечно, России, Украины и Белоруссии, о том, что нужно денонсировать Беловежские соглашения об образовании Советского Союза. И это было общее решение продолжить жизнь отдельно. Так что, мне кажется, понятное дело, что идентично никогда история не повторяется. Но, тем не менее, для того, чтобы такие возможности появились, Москва должна либо сама захотеть отпустить регионы, ну, либо должна ослабнуть настолько, что не сможет их удерживать. Существует мнение, что именно Запад не заинтересованный якобы в распаде Российской Федерации, мол, непонятно, в чьих руках окажется ядерная кнопка. Согласны ли вы с этим? Абсолютно верно. Но я напомню, что в распаде Советского Союза Запад тоже был совершенно не заинтересован, потому что тогдашний президент Соединенных Штаток прямо приезжал в Украину, например, и убеждал Леонида Кравчука, что не надо выходить из Советского Союза. Так что, и, кстати говоря, именно отсюда появились Беловежские соглашения для того, чтобы ядерное оружие удержать в одних руках, соответственно, в Москве. Так что это всегда так. Запад всегда боится какого-то неконтролируемых событий, да, поэтому если говорить о том, каким образом должен проходить властный транзит в России с выходом каких-то регионов или с невыходом, насколько опасен этот выход, надо просто говорить и рассказывать Западу, что существуют сценарии, что называется, контролируемого транзита, когда этот выход будет происходить не путем гражданских войн, да, а по договоренности между Москвой и регионами. Да, и хочу немножечко поднять еще вопрос помощи, которую мы сейчас, Украина, получает от западных стран, от США, а также Великобритании. Шейгу, комментируя пакет военной помощи, пригрозил усилить удары по нам, по Украине, а Лавров снова пригрозил Западу ядерной войной, ядерной дубинкой. Насколько нужно серьезно относиться к заявлениям, в частности, о ядерном оружии, которое может применить Российская Федерация? Ну, я бы к этому относилась именно как к угрозе, потому что если бы это была не угроза, а действительное желание, оно бы давно уже было применено. Почему? Тактическое ядерное оружие никто никогда не использовал, но просто потому, что на самом деле это оружие неизбирательного применения, то есть если его использовать, ну, например, в текущих военных действиях, то оно может быть направлено и против того, кто его применяет. Собственно, поэтому никто никогда его и не применял. Отвлекусь на Трампа. Как вы думаете, почему именно Трамп, бывший президент США, передумал блокировать помощь для Украины? Есть ли у вас версии? Ну, версия, мне кажется, достаточно понятная. Понятное дело, что сегодня главный интерес – это избирательная кампания и выборы президента Соединенных Штатов. Ситуация на фронте настолько острая, что Трамп прекрасно понимает, что без американского оружия Украине будет очень тяжело продолжать защищаться. И он не хочет быть виновным в том, чтобы, соответственно, Россия победила. И более того, он об этом прямо говорит. И мы же видим, как изменилась его риторика, как он стал говорить, что необходимо сделать все, чтобы Россия не смогла победить. Так что, я думаю, это не только риторика, но это в том числе и понимание того, что приближается критический момент, когда нужно выбирать, что ты будешь делать. И тут я бы сказала, что Трамп может быть даже более решительным, чем Байден. Так что, меня не пугает приход Трампа, я бы так сказала. Возможно. Хочу еще обратить внимание на заявление главы британских вооруженных сил Тони Радакин в интервью Financial Times заявил, что новый приток западной помощи направлен на то, чтобы Украина смогла усилить дальние атаки внутри России. Он также не выразил явного беспокойства по поводу украинских атак и диверсионных рейдов внутри Российской Федерации. Также в связи с этим заявлением вспоминается заявление главы Татарстана, которое после удара по НПЗ там сказал о том, что, опомнитесь, ребята, никто нас не защитит, кроме нас самих, кроме самих себя. Скажите, пожалуйста, Кремль, можно сказать, что заходит и зайдет в политический какой-то тупик, когда сложнее станет объяснять своим гражданам, зачем эта война? На мой взгляд, он уже зашел в этот тупик, потому что последние соцопросы показывают, что главный страх россиян это дроновые атаки. То есть на втором месте идут коммунальные катастрофы и на третьем месте идут теракты. То есть дроны стали главным страхом россиян. Поэтому вот это понимание того, что война пришла уже в Россию, оно уже есть. Теперь самое главное, вот это понимание развернуть и сконцентрировать его на Путине. Вот смотрите, давайте выстроим логику. То есть пункт номер один – это понимание, что это война, и это война, которая пришла к тебе. Пункт номер два – начал эту войну Путин, и, собственно, он виноват в том, что эта война идет. Пункт номер три – для того, чтобы война прекратилась, и твоя жизнь улучшилась, надо избавляться от Путина. Ну а дальше уже, собственно, начинается дискуссия, каким образом можно избавиться от Путина. И тут я еще и еще раз буду говорить, что наша позиция, позиция Съезда народных депутатов, она однозначно единственный способ избавиться от Путина – это силовой. Другого нет. И как, собственно, показывает история человечества, что с диктатурами можно бороться только силовыми методами. Из-за угроз безопасности в Российской Федерации уже отменяют шествие бессмертного полка к 9 мая. Концерты и патриотические акции будут только онлайн также. Ну и, кроме того, в оккупированном Крыму отменили военный парад. Кроме полуострова не будет парада, сообщается в пяти других областях, в Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской и Псковской областях. То есть оккупированный Крым и еще пять российских областей, где отменили этот парад. Что это значит? По-моему, еще салюты везде отменяют. Я сегодня утром ушила. Салютов тоже не будет. Ну, это значит, что боязнь дронов, она уже принимает такой, ну, достаточно масштабный, массовый характер. То есть власти российские понимают, что дрон может прилететь куда угодно, как угодно. Ну, а понятное дело, что парад – это военный парад, это понятная, собственно, военная цель, без сомнений. Что касается салютов, то тут скорее люди уже просто начинают всего бояться, и как бы салюты тоже могут уже, так сказать, людей просто пугать. Да, и это просто лишнее доказательство того, что власти уже фактически расписались в том, что война идет на территории России. И вот этот «сегодня только в пяти регионах», да, «бессмертный полк» везде отменили. Соответственно, это все будет усиливаться и усиливаться еще раз до тех пор, пока Путин сидит в кресле президента. Потому что Путин и война – это фактически тождественные понятия. Прекратить войну можно только избавившись от Путина, на мой взгляд. Но еще важный момент, который я тоже продолжу говорить и буду все время об этом напоминать, что не надо россиянам бояться проиграть, потому что это проигрыш не россиян, а проигрыш путинского правительства. И, соответственно, когда путинское правительство проиграет эту войну, как раз у России и у россиян откроются новые возможности для того, чтобы страну изменить и вернуться к нормальному пути европейского развития. Это будет непросто, но, по крайней мере, такая возможность появится, в отличие от сегодня, когда такой возможности просто нет. И чем дальше, тем больше мы видим, что Россия заходит уже совершенно в сталинский масштаб репрессий. Ольга Владимировна, о тех, кто может надавить на Путина, повлиять на него. Гость-секретарь США Антони Блинкен уже прибыл с трехдневным визитом в Китай. По данным экспертов, Блинкен будет оказывать давление на Китай, чтобы Пекин повлиял на китайские компании, которые принимают участие в модернизации российского ВПК. Как вы думаете, чем закончится поездка? Конфронтацией США и Китая или сотрудничеством? Мне бы хотелось, чтобы она закончилась сотрудничеством. Но, в первую очередь, потому что, на мой взгляд, Китаю совершенно не нужно продолжение войны. Об этом многократно говорил Си, потому что Китай достаточно уверенно себя чувствует в экономическом плане. он продолжает достаточно успешную экономическую конкуренцию с Соединенными Штатами. И, собственно, основная задача Китая сегодня – это выигрывать экономическую конкуренцию, а вовсе даже не военную. И в этом смысле, ну да, наверное, они считают, что война, может быть, только ослабит Россию, но они должны понимать, что сегодня война не ослабляет Соединенные Штаты. Наоборот, она скорее их усиливает, потому что возрастает роль американского вооружения, которое начинает очень хорошо продаваться на всех рынках. И вот это понимание, что с точки зрения экономической война Китаю невыгодна, может как раз привести Китай к соглашению с Соединенными Штатами и с договоренностью о том, каким образом Путина все-таки слегка придушить. Да, внимательно следим. Обязательно обсудим еще результаты поездки Блинкена в Китай. Спасибо. Спасибо вам огромное, Ольга Владимировна, за разговор. Ольга Курносова, политический аналит и главный редактор портала «Овцы Эмпайр». Была с нами, друзья, на связку. Будь ласка, поставьте нам лайк. Напишите какой-то комментарий под этим видео, запитайте что-то в нас. И не забудьте подписаться на YouTube-канал сейчас, если вы раптом этого еще не сделали. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова